Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Развитие современной электроники делает устройства для анализа и предсказания погодных условий все более миниатюрными и точными и, что самое интересное, для рядового потребителя более доступными по цене. Одним из очень привлекательных предложений по соотношению цена-качество, на наш взгляд, является метеостанция Bresser Weather Center, о которой и пойдет далее речь. Станция поставляется в прочной, красочной коробке-чемоданчике довольно немалых размеров, все детали аккуратно и надежно упакованы. В комплект поставки включены базовая станция, радиодатчик температуры и влажности, радиодатчик ветра, радиодатчик осадков с защитной решеткой, а также инструкция на нескольких языках. Отмечу сразу тот факт, что корпуса всех составляющих метеостанций выполнены из прочного надежного пластика и эстетически приятны. Батарейные отсеки внешних датчиков надежно герметизированы и фиксируются винтами. Для включения в эзет-центр на работу необходимо вначале разместить и выключить все внешние радиодатчики. А теперь по паре слов о каждом из них. Датчик температуры и влажности может располагаться как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности и имеет небольшой дисплей для контроля измеренных данных. Отмечу, что базовая станция позволяет подключить до пяти датчиков температуры и влажности, но это потребует установки вручную номера канала для каждого из них. Датчик осадков должен быть расположен на ровной горизонтальной поверхности согласно пузырькового уровня, встроенного в основание датчика. Для предотвращения его засорения листвой в комплект поставки входит защитная решеточка. Следует заметить, что данный датчик может измерять только количество жидких осадков, он не измеряет количество осадков, выпавших в виде снега. Датчик ветра состоит из флюгера, анемометра, кронштейна и крепежной площадки с элементами питания внутри. Перед началом использования необходимо закрепить чашки анемометра на его оси. Это не вызовет у вас никаких затруднений. Установка датчика ветра производится на вертикальную поверхность. Дальность удаления датчиков от базовой станции в условиях прямой видимости достигает 100 метров. Более подробно о местах, условиях установки и первичной настройке датчиков вы найдете в инструкции. Теперь выясним, что именно позволяют узнать датчики и поговорим о базовой станции. Ее корпус имеет современный дизайн и позволяет разместить на любой, как и вертикальной, так и горизонтальной поверхности вашего дома. Обратим теперь все ваше внимание на основную ее часть, а именно экран, который разделен на три рабочие секции. В верхней секции отображаются данные о текущем времени, дни недели и дате, а также времени восхода и захода солнца в вашей местности плюс служебные индикаторы. Станция имеет функцию будильника, но помимо этого звуковой сигнал может быть настроен вами для оповещения об определенных погодных условиях. Средняя секция отображает фазы Луны, прогноз погоды в виде пиктограмм, гистограмму давления за последние 24 часа и местное давление. На экране в области прогнозирования отображаются символы таких погодных условий, как ясно, переменная облачность, облачно, дождь, ливень, гроза, шквал, снег. Атмосферное давление измеряется станцией в милибарах, ектапаскалях, миллиметрах и дюймах ртутного столба. Нижняя секция указывает направление и измеряет скорость ветра, температуру охлаждения ветром, температуру и влажность снаружи и внутри помещения, точку росы, а также количество рассадков, выпавших за последние 24 часа. При этом станция определяет уровень комфорта в вашем помещении комфортно, влажно, сухо. С помощью кнопки Channel можно просматривать данные со всех подключенных датчиков температуры и влажности. Температура внутри помещения и снаружи измеряется в градусах Цельсия или Фаренгейта. Диапазон измерений наружной температуры составляет от минус 40 до плюс 80 градусов по Цельсию, а внутренний от минус 10 до плюс 60. Диапазон измерения влажности внутри и снаружи помещения составляет от нуля и до 99 процентов. Также вы можете контролировать среднюю скорость ветра за последние 10 минут. Единицы измерения мили в час, метры в секунду, узлы километры в час. Количество выпавших осадков измеряется в миллиметрах и дюймах. Станция фиксирует минимальные и максимальные значения температуры, влажности, скорости ветра и количества осадков с регистрацией их времени и даты. С помощью кнопки Memory можно посмотреть все эти данные. Отображение информации наглядно, сбалансировано. Все основные данные доступны без нажатия кнопок переключения вывода данных. Экран контрастный, легко читаемый, имеет хорошие углы обзора и снабжен отличной подсветкой синего цвета. В целом по своей эргономике экран заслуживает очень высокой оценки. Для управления станцией имеются восемь функциональных кнопок. Семь на боковой стенке и кнопка подсветка сон на верхнем торце. Кнопки большие и весьма удобные. При использовании качественных элементов питания их срок службы будет составлять 12-18 месяцев. Правильно настроенная станция обеспечивает степень достоверности прогноза на уровне 70%. Эта удобная и надежная станция может быть рекомендована для повседневного использования как в городе, так и в сельской местности. Станция особенно интересна для тех, кто ведет свое приусадебное хозяйство, так как дает весьма детальную и многоплановую информацию, позволяя строить свои планы и вести работы. Единственным элементом, который отсутствует в рассмотренной нами станции, является интерфейс подключения ее к компьютеру. Но эта функция скорее необходима для накопления статистических данных, а для решения большинства повседневных задач она не является критичной. Поэтому мы с чистой совестью можем назвать метеостанцию Брессер Везе Центр одним из лучших решений для повседневного индивидуального использования. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова